Еще раз Игнать Тихонович, здравствуйте! Я хотел бы зайти и вам задать два вопроса. По сути по одной, а не теме, но на два разделенные. У вас есть время ответить? Давай. Игнать Тихонович, в интернете много всяких проповедей, проповедников. И вот я хотел бы у вас узнать, как вы считаете, чем именно ваши проповеди и вы в проповедях своих отличаетесь от таких проповедников, священников и даже богословов, как к примеру митрополит Иларион Алфеев, Тихон Шевкунов, Георгий Максимов, профессор Осипов. Такие личности, как даже патриарх Кирилл проповеди говорил до этого, протерея Максим Козлов известный, который ведет занятия в университетах, Андрей Ткачев, протерея Олега Стеняева, Максим Козкун, Архимадрид Амвросий Юрасов, Дмитрий Смирнов и Владимир Головин. В чем вы видите отличия вас от них? Ну, я тут сразу выделю троих, которые обо мне говорят. Тут и не помянули еще Андрея Кураева. Еще Андрей, да, Кураев. Дело в том, что я на себя ничего это не беру. У меня боязно сказать. Скажут, а вы опять возвышаетесь, хвалитесь там то другое. Понимаешь, вот они просто как следят где-то, но я все равно отвечу. Дело все в том, что ошибка всех до единого. Они не осознают этой ошибки. Заключается в том, что они считают, что люди пришли от них ждать ответа. И люди, которые пришли-то, они именно так и думают. Ошибка-то в том, о чем говорит Кирилл Иерусалимский. Своими словами говорю. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. А здесь два момента. Во-первых, надо людей научить, чтобы они знали, сверять, Библию знать. А во-вторых, самому говорить по Библии. И вот кого вы назвали, из них я выделю только фактически одного. Отец Владимир Головин говорил, что я там все это по Библии и то другое. Так возвышенно слишком. Я, говорит, его ученик на меня. Ну, просто это уже хватило, говорит, слишком высоко. Как Иоанн Златоуз говорит, сплели мне венец, больше моей головы. Он до плеч опустился, а головы не увенчал. Если считать венок в виде кольца какого. Вот здесь. Из них я некоторых выделю, которые уже есть. Некоторые краткие дают, как Каскун. Вот. Другие более подробно, многословно говорит Ткачев. Но они практически все не смотрят, что делается в храме в это время. Это их роковая ошибка. Они не видят. Иные упиваются, как соловей, говорит, весенний. Люди пришли к Богу и через тебя должны вопросить, что скажет Бог. Как к Самуилу обращались. Скажи, что сказал Бог. Как говорили пророку Михею, моему любимому Павелу. Он говорит, что скажет Бог, то изреку и я. Более всего к Библии обращается отец Олег Стеняев. Олег Стеняев. Он знался с сектантами, с разными людьми. Это тоже повлияло. Тем более у меня обращение по Библии было. Я там, говорится, духовное рождение там было. Хотя ни одного дня я не был. Ни баптистами, ни кем не был. И в природе моей никого не было. Так что это все остальное, как Сергей Козлов говорил, брехня одна. Вот. Ошибка в этом. Я говорю сейчас о православных, кого говорили. Они все порченные. Порченные. Как так? Так. Семинариями, академиями, защитой разных диссертаций и прочее. Докторскими. Лечить не надо доктор богословия. Доктор богословия он будет лечить. Как один сказал. Говорит. Баба. Ты знаешь. Начала бабка ему говорить. Да ты баба знаешь с кем говорить? Я богослов. А он Бог и для слов говорит. Он всем говорит. Вот так. Так вот. Вся ошибка в этом. Опыт есть у некоторых. Серьезный опыт такой. Осипов он преподаватель. А говорит такое, за что судить можно. Я говорю не просто так. Вот Смирнов был. Представь себе. Люди приходят с вопросом. И начинают. У нас баптисты. Большой молитвенный дом там отстроили. А что вы думаете? Берите кирпичи, добейте окна. Это не экстремизм. Ну дальше ты и иди. Когда они говорят то, что при советской области. Твои ответы из советской власти у Осипови сегодня. Это почему не так разница то? К семинарии близко не подпускались. И человек имеет отношение к народу. Меня ни один священник не мог приблизить. Рукоположить. Прямо все, все, все. Как помню. Бурдин отец Николаев в Красноярске. Игнатий. У меня тут уполномоченный. Мы же рука в руку живем. Я давай позвоню ему. Тебя рукоположат здесь. Я говорю. Ни один архиерия не согласится. И ни один уполномоченный меня не допустит. Слушайте. Я буду говорить. Говорит по телефону. Да, да. Слышно что-то отвлекует. Ну и как дела? Да все хорошо. Знаете там называют его там Игорь Владимирович. И как ты. Я хотел сказать. Тут одного у нас рукоположить надо. Архиерей согласен. Архиерей был Гедеон. Архиепископ Докухин. В Новосибирске. А так Красноярский край. Томская область. Алтайский край. Это все под одним было. А теперь одну епархию разделили на три части. Алтайскую. Она не была даже епархией. В Новосибирск. Архиерея оттуда. И вот. Нормальный разговор. А кто такой? Да ладно. Да вы не знаете его. Ну кто? Кто? Да он не здешний. Вижу он уже. Отец Александр Бурдин. Уже. Понимает что что-то весы не туда склоняться вначале. Да это из Барнаула. Из Барнаула? А кто это? Да Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин? Да вы с ума сошли. Вы что мне говорите то? Как он начал там? А он после положил. Да как же так? Мы же с ним тут вместе выпивали. Вроде пили ели. Он на меня поднялся. От одного слова обо мне. И в дрожь бросало. А я ничего не делал. Я просто говорил правду как есть. И поэтому они радовались когда меня арестовали. Они тогда плели что угодно. Сидят у Бурдина. И там Михаил Скачков. Священник. Который был здесь в Барнауле. И начинают меня клеймить. Да он иконоборец Игнатий. У него икон нету. А матушка отца Александра. Анна. Она к нему сразу. Как вам не стыдно а? Человек то муки такие терпит. А вы сидите выпиваете и поносите его. Да ты ж у него переплетному делу учился. У него одна стена. Дальше все кровати. И на одной стене места нет. Место пустого. Все иконы одни. И сидите и говорите. Она как уела их как говорят. И они сразу сели и не стали говорить. Так и здесь. Вот я сейчас скажу что это. Я их не сужу. Я просто говорю. У меня нет образования. Ни гуманитарного. Ни религиозного. Это мне ставят в вину. А я говорю это самое главное. Мою душу никто не калечил. Я убого все это выпрашиваю. Так где у меня здесь. Главное мое оружие. Красный угол. Я взбираюсь на сто ступеней каждый раз. Да и сейчас я себя в раздень до ночи. И никогда не угнаться. А как? Так. В советское время. Почему никто не сделал известными труды Яна Златоуста. Вопрос. Кто насчитал Библию? Не единожды. И кто ее распространил по стране? Пусть кого назвали. Пусть они моложе меня как бы. Но Осипов даже старше меня. Кто? Почему не распространили. Не насчитали. Не напечатали. Каноны. Жития святых. Добротолюбие. Пят томов. Других святых отцов. Почему мне это доверил Бог сделать? И теперь. Спроси их. Они выдавали. Где выдавали там свои знания в университетах? Я одновременно вел занятия в пяти университетах. Только в одном 21 тысяча студентов. В одном. Я 18 лет вел там занятия. И как? У меня тысячи вопросов. Только на сайте. Напечатанных. Я не знаю. Вот. У Осипову другим задают. У него есть или что он говорит на печатанном виде? Может что-то и есть. Но у меня тоже есть. И не два. Говорится. Томика. 38. Да еще в интернетной версии. То есть вопросы эти отпечатанные. Люди работали. Помогали. И сам печатал. И когда отвечал студентам. На любой вопрос. Вот я спрошу. Как вы отвечали? Знания. Он учился. Ему преподавали. А ручается за то, что преподавали. Он не может сверить с Библией. Я отвечаю на все тысячи вопросов. Тысячи. Только опубликованы 4124 вопроса. Это ко всем абсолютно относится к православным. Я отвечаю. Что говорит святая Библия с канонической и неканонической книги. Синодальный перевод 1876 года. И вы мои ответы когда считаете, вы видите что там есть. Сколько раз я ссылаюсь. Библию привожу, цитирую. Почему они этого не делают? Он начинает такое говорить, что не знаешь где конец. Я не выделяю из них. Говорю, что больше всего Библией пользуется. Прямо отвечают. Отец Олег Синяев. Обо мне спрашивали Каскуна. Он говорит, а я внучатка его. Отец Геннадий Фас говорит, через него обратился. А я говорит, от него. Отец Владимир Головин, он раза три обо мне говорил. И все, соль возвышенная где-то. Но проходит какое-то время. Опять спросили Олега Синаева. Он сразу меня в раскольники занес. Хотя я в это время нигде ничего не делал. А он прижал Потеряевку. Я его знаю. С чего ради, я еще не знаю. Не знаю. Очень возвышенно отозвался. Там самый великий вроде миссионер. Современности. Это Атодиакон. Атодиакон или как его правильно. Гукураев. Я студентам отвечаю по пяти параметрам. Это в книгах у меня отмечено. Первое. Что говорит Библия конкретно по этому вопросу? Их сразу в дрожь бросает. Да что мы, баптисты, что ли, с Библии возиться? Да, мы не баптисты. Нам далеко еще до них. Знание Библии. Среди всего народа. Второе. Второй параметр. Что об этом говорят святые отцы? Я беру их и цитирую, и выписываю. Конечно, в книге я подредактировал книги-то. Но это самое я там и говорил. Если не делал ссылки, а тут ссылку. Третье. Что об этом говорят каноны? Тут они поплывут все до одного. Они не знают. Я знаю. Девятьсот восемьдесят девять канонов. Из них теперь печатается, печатается, сейчас скажу, семьсот девятнадцать действующих. А четыреста тринадцать ежедневно повсюду умышленно нарушаются, выбрасываются. А мы ни одного правила не нарушаем. Мы взяли это. Поэтому я отвечаю согласно правилам. Ваш вопрос такой-то. Виновны все. Люди ненаученные. Нет полного погружения к крещению. Это обман. Фикция. Третье, значит. Семьсот девятнадцать правил я должен сказать. Я их говорю. Ссылаюсь на книгу правил. Когда на нее там симфонию составлял. Дальше. Четвертый. Что об этом говорят? «Житие святых» по Дмитрию Росовскому. Двенадцать томов. Плюс два тома. Настольные книги «Священнослужители». «Священнослужители», кажется, третий, четвертый том. Это 1173 биографии. Я их насчитывал и симфонию составил. Составлял каталоги на них. Ни один из них это не ответит. Никто. Они не знают. А если бы знали, они бы сказали. Редко-редко кого-то помянут. Все, которые вы назвали, они одинаковы в этом вопросе. Ищет последнее. Я беру пятьсот поэтов мира. Триста. Русских. Российских. Двести зарубежных. За триста лет что сказали? Примерно тридцать тысяч павелов. Определенно двадцать тысяч. Я из них выбираю иногда полусише. Что, какой поэт сказал по определенному вопросу. Это даже я спрашивать не буду. Ни один не ответит и не знает. Он не знает. Я не обвиняю в этом. Это мое богатство. Мои года. Но я ничего не требую от них. Я только хочу сказать. Не по Библии они ошибаются сплошь и рядом. Даже спросили об этой, вот, Фатима. Фатимское там чудо какое было в Португалии. Считают, что это от Бога. Она никак не от Бога и даже признаков нету. Все видно, что там нечистая сила делала. И где неоднократно. А они не знают, куда какое местописание прилепить. Другой раз ни к селу, ни к городу. Это этим надо жить. И на это надо иметь откровение. Это надо быть движимым Духом Божьим. Они в абсолютном большинстве. Я разбирал некоторых из них. Что они говорят. И тем более, когда показывают случайно или умышленно аппаратом. Люди ходят, торгуют. Никто ничего не слышит. А он заливается, стоит соловьем. Там можешь выходить в противогазе с автоматом. На минуту подействовать на людей. Выходил священник один в противогазе. Видели, да? Отец Андрей Ткащев. Ну, это его дело. Он так может быть до народа думает довести. Народ-то не знает. Они не проверяют людей, знают Писание или нет. До причастия. Мои проповеди все до одной. И мои ответы отличаются от них очень сильно. Один человек когда-то. В прошлые времена еще. Когда я с 80-х годов распространял видео. Это аудиозаписи. И он прослушал. Там попорченное что-то. Мои ответы, вопросы. А кто это? Пленка не дописана. Там видимо стерлась. И он других спрашивал. Ну, кто это? Не знаю. Он так и знал, что не знаю. И вдруг появляются книги. И моя книга попадает ему. И он по содержанию понял, что так больше никто не отвечает у нас. И он увидел Лапкин. А где он живет? Он сразу сравнил с тем. Похожее. Похожее. И он сразу же узнал, что в Барнауле. Нашел мой адрес и стал звонить. Я хочу с вами встретиться. Зачем? Ну, вот такое. Это мне так близко. Не надо. Считайте книги. У вас там есть, где вы живете. Я сказал, где там книги у кого? Книги-то. А чего не считать-то? Проходит какое-то время. Он снова звонит. И на третий раз я уступил. Говорю, приезжайте. И он приехал и принял крещение с полным погружением. Вот какая история. Похожи они у всех один на один. И они вот это сказать, чем отличаются. Такой простой, как бы провокационный вопрос. Который на меня лавину может двинуть. Обвинение. Никому не зададут. Это мне могут задать. И по моим ответам люди меня находят. Почему? Потому что я не учился. Я знаю то, что вот эти пять параметров. Они необходимы людям знать. Нужно знать, что так говорит Господь. Они не ко мне пришли, к Богу. Я его как рупор Божий должен ответить. Что скажет Бог, то изреку и я. Второе. Что святые отцы сказали? Вот так. Весь ответ. Разница в том, что у меня было духовное рождение, крещение водное и Духом Святым. И поэтому в моих костях как огонь разлитый. Как Иеремия говорил. А у них этого нет. Они этого не знают. Для него это деньги. За все проповеди, за книги я не получил нигде ни рубля ни разу. Да и я этого не понял бы, как, за что просить. Я человеку еще отдаю что-то, что он берет. Кто с твоими книгами когда в мировой истории ездил по всему миру и дарил бы, как я проехал от Владивостока до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтику, север и юг, 650 городов. Кто, когда, не имея денег, подарить на 35 миллионов рублей? Не чужие книги, свои, как автор. И 650 раз, входя в библиотеку, неизвестный, я должен был, как снег на голову свалившийся, вызвать доверие к себе, за 15 минут вызвать доверие к книгам. Потому что они бумагу будут подписывать, что книгу не будут лежать, будут давать и будут хранить. Никогда, но если было, скажите, я не знаю, в мировой практике, в мировой, когда это было такое? Вот я стихи написал и на каждой, 36 строчек, напротив каждой строчки вместо Библии откуда взято? Нужно Библию 36 раз открыть, глава стих. Кто когда писал? У Пушкина? Нет, у Лермонта, у Блока, у Некрасова, у державы ни у кого никогда не было. И говорят, как красиво это выглядит. Нигде, ни в зарубежных, ни у кого. А как вы додумались? Никак, моя рука вывела это. 3456 стихотворений, это 7 пащек по 500 листов. И ни одной поправки не делал. Разве не говорит? Их спроси, что он сегодня говорил, проповедь или ответы. Он ответит по-другому. Мои ответы всегда одни. Вчера, сегодня и всегда. А какие? Сколько будут они жить? Отошли они люди и забыли. К этим обращаться будет, к моим ответам. Я ответил, неверующие, еретики, потому что на Слове Божием. Мне это далось не даром. Я заплатил большую цену за это. Вы знаете, как это. И тюрьмы, и лагеря. 26 лет, и психиатрии еще только не делали. И в 58 лет я Библию не выпускаю из рук. Дня не было, чтобы я не читал. Даже полная Библия была продвинута. Мне передали тайно в лагерь. Я читал. И когда обыск делает, начальник Словак, Владимир Васильевич, он прятал у себя в сейфе. Ну, на этой же территории он есть. Его Бог так расположил. Теперь я его нашел и выслал ему книги. Вот как. Они ничем не могут похвалиться. А так и хвалитесь. Хвалюсь моим Господом. Это по благодати все. Это немыслимо. Повторяю, я не имею образования духовного и гуманитарного. Я не думаю о будущем. Совершенно. Я должен сегодня быть верен ему. Господу Богу моему. Любимому и любящему. Вот чем мои ответы и чем мои проповеди отличаются от их грамотных, составленных по закону. Как мне митрополит Виталий писал, у них профессор Карташов выступал. Проповедь была, говорит, хорошая. Но холодная, никого не пробудила. А здесь во время проповеди Господь касается сердец людей. Я уж не говорю. Сотни-сотни в поездах там, в самолета, на корабле, где только не проповедовал. Это все ушло. Никогда нет. Нигде нету. Вот мой ответ. Залко. Конечно, как эпиграф я беру Якова 2.18. Покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Так говорит Дух Святой через Якова. Не зря она так... Нелюбимая книга была у Мартина Лютера, что он ее вообще из Библии выбросил, говорят. Потому что от веры спасается, не от дел. Ну и спасаются они... Гей-парады кто делает? Это протестантизм первый. Кто женщин поставил священниками? Кто епископами их ставит сегодня? Священницы. Ведь они где-то... В Швеции сегодня, говорит, их больше, чем мужчин. Вот весь ответ. Ну вот вы как раз подошли к следующему вопросу. Вы сказали, какое отличие у вас отличается от православных проповедников и священников. Но вот следующий вопрос такой. А какое... Потому что проповедников-то и которые берут заживо, то есть касаются сердец, их ведь тоже было много. И особенно среди протестантских. И вот, а чем отличаются ваши проповеди от вот таких проповедников, как того же Мартина Лютера, Спержина, ну или там Елену Уайт, Бакмелдеры были такие, Каргаль, Билли Грэм, Рик Реннер, Ярл Пести, Владимир Мацинковский, Джойс Мэйер, из современных там Александра Шевченко. С чем вы отличаетесь от них? Ну, не православные. Вы сами сказали, что это не православные. Значит, обращаться к святым отцам редко кто обращается. Вот Ярл Николаевич Пести тот обращался. Это первый радио проповедник, которого я услышал и полюбил. И у меня было, когда судили, на 136 часов проповедей, которые я получил прямо со студии в советское время. Через рыжских братьев в городе Риги. Там мы были. У меня в обвинении так и стоит. Да, допустим, я знаю, что Билли Грэм, это масон. Сейчас сегодня не скрывают даже другие. Все они говорили, они не пользуются святыми отцами, канонами церкви, житиями святых. И поэтому они резко отличаются. А какие из них самые сильные? Ну, я не буду же Елену Уайт брать. Что там? Там Бакмелдер. Это я занимался сколько может. Спержин, это король проповедников. Да, так, проповеди сильные обращались люди, но не приходили в церковь, а оставались там, где они есть. Они ни одного человека в церковь не направили. От себя ересь свою провозносили церковь и свои секты, как они их называют, динаминации конфессии. Это, конечно, отвечает. И очень сильно. Один там где-то мои проповеди читал и обращается там к Вадиму, один там знакомый, и говорит, о, я нашел среди православных, рожденный свыше, прямо призывает от смерти в жизнь. Вот это да. А когда стал дальше-то, и там я сказал, что баптисты это сектанты. Он говорит, мне так противно стало, я не стал больше его слушать. То есть его не истина. Вот я в Пензу приехал, баптисты сразу разнесли молву, к нам пророк Илья пришел. А когда узнали, что я православный, говорит, гнилое бревно. Я не пророк и не гнилое бревно. Я не то и не другое. Почему? Я православный. И поэтому я стеснен рамками святых отцов, их толкованием, житиями святых. Я могу сказать, какие жития святых не сходятся с Библией. Я тут еще колокол звусь, когда насчитывал их, 50 книг аудио. Вот и все. Книги, если взять, читать, они тоже отличаются. Но что интересно, Ярл Пести, он проповедник, знатный проповедник. И он попросил меня прислать ему проповеди. Я ему послал для Слова Божия не от уст, книгу свою, и несколько проповедей. Он говорит, мы дома со слезами все это слушали. Для меня это очень дорого. Я его выше всех ставлю, каких знаю, о ком слышал. И говорю, что с Пержиной в записи я не слыхал. Проповеди читал. Сильные проповеди. Но с православной меркой он не первый пришел. Для меня, конечно, как канонически выверенное все, это Ян Златоуст. Ян Златоуст. А толкование это со всех собрал пенки, так скажем, блаженный Феофилакт, архиеписко-болгарский. Вот так. И поэтому человек, если это не православный, боязно сказать даже, что еретик там, протестант, он, если он такой грамотный, прочтет несколько проповедей и скажет, это не наша протестантская рука писала это. Но если он истинно верующий, он примет мои проповеди все. Скажет, а вот это, если я не буду так Божью Матерь посчитать, спасешься. Это не догмат. Но против не говори. Поэтому, когда я разговаривал с сектантами, и почему они обращаются ко мне за вопросами, потому что я не настаиваю ни на чем, что не по Библии. Они Библию признают. Этого бы достаточно было. Но я Библию это трактую по святым отцам. Я не просто говорю как вместо писания, а я ему растолкование даю по святым отцам. Конечно, здесь никак нельзя поставить Геннадия Фаста. Он из протестантов, протовославный. И я сравниваю так. Может быть неправильное сравнение. Вот елка, и бывает на елке там наверху горит звезда семиконечная. Ну и внизу там маленький там фонарик. Внизу это я, наверху это он. Ну вы двигатель. Вы тот двигатель, который его туда поставил. Возвел его туда. Я о них ничего не говорю. Где против Евангелия, против Библии, то это да. Вот они там с языками путаются. Языки гласолали, прекратились в 3 веке. Уже Ирина Ильонская об этом говорит. И они не нужны для неверующих. Знамения для неверующих. Каких? А вот зайдут. Зайдут, они скажут, что беснуетесь, что вы городите. Я им отмечаю. Незнакомый зайдет, не скажет ли, что вы беснуетесь. Для неверующих, которым Бог дал этот дар. Их евреи не принимают. А он заговорил. И Петр говорит, как я мог отказать в крещении. Считай 10 главу деяния апостолов. Для неверующих, которые готовы креститься. А евреи их не принимают. И они знают, приняты, не приняты. И вдруг заговорил, принял, принял Бог. Вот для чего. И поэтому, выше всех этих, это пророчество. Пророчеством называется проповедь. Вот мой ответ. Не то, что мои проповеди лучшие или что-то. Я на наследие и чужом. Мне Бог дал веру святую и Христову православную. И рождение не у православных. И поэтому я оттуда вынес эту любовь. Любовь ко Христу. К лично к моему Спасителю. И любовь к Слову Божию, к Святой Библии. И вот это все в новозаветном духе. Православие принести, я не знаю еще где так было. Потому что вот то, что от меня вы слышите и говорите, на вас подействовало. И которые сегодня приходят от сектантов. И православными батюшками делаются. Я с ними беседую. Только никуда не девайте то, что вы там получили хорошее. Вы благодарите Бога за это. Что вам Бог дал любовь к Библии. Это главное. Великое преимущество людей во всех отношениях. Но особенно в том, что им верено Слово Божие. Я это как бы кромочку последнюю отношу к сектантам. Теретикам. Они Слово Божие подняли. Им надо было до первой ступени остановиться и вернуться к православию уже с Библии в руках. А не делать новую ересь какую-то. Конфессик. Там все это придумать. Динаминация. Там так и напрашивается не динаминация, а демонизация. Вот такой простой ответ. Сколько он вызовет нарекания в мой адрес. Но я иду на это умышленно, чтобы затронуть их. Мою душу никто не корежил. В семинарии, в академии. Я учился, до всего доходил сам. С Богом. Вот апостолам же это и предъявляли. Они говорят, что это люди-то не ученые. А Святой Дух сошел и они вдруг стали умнее этих ученых. Рыбари, говорит, сделали безмолвные как рыбы философов и ученых. Они заговорили. Я уже на третьем месяце у баптистов стоял за кафедрой. Проповедовал. И что для меня, для меня самого дивного. В то время я еще не читал ни Златоуста, ни Блаженного Фапилакта. А ответы давал тех, как там написано. И вот прошло 58 лет, я ни в чем нигде не изменился. Нигде, только глубже проникал. Я думал, православный, главное славянский язык. Непонятный, церковнославянский. А дальше ты углубляешься. А через кого он пришел? Тут замена Слова Божия богослужением. Я еще глубже копать начал. И виноваты кто в этом? Дальше монахи. Монахи. И соборы потворствовали им. То есть я постепенно углубляюсь в этот вопрос и пришел. Кто этот церковнославянский насаждает? Понимаешь, как я ничего не изменил. Так и понимаю. Но более углубленно, более обширно. Церковнославянский искусственный язык созданный искусственно. Получается двумя людьми. Или на нем разговаривали люди? Ни одного. Я рассказываю, как один священник тут попался в одном магазине. Там церковными, разными там торгует, принадлежностями. И он говорит, мы с женой дома по-церковнославянски. Я говорю, это обман. Не разговаривайте. Разговариваем. Я говорю, ты можешь перевезти за мной? Конечно. И скажи, я пришел в магазин. Он магазин там не знает как. Ну магазин, ладно. Там шинок, как назови. Дальше. Я накупил разные церковные товары. Товары не знает как. А дальше. У меня развязался шнурок, будто у ботинка. Когда я спускался по ступеням вниз, где магазин. Остановился. А теперь я наступил на шнурок. И пошатнулся и упал. Я бетонный пол расквасил упрямый поповский нос. И потекли сопли с кровью. Ты никогда поп не переведешь, тут и засохнешь соплями своими. И он конечно ничего не перевел. Как некоторые вот уезжают в Германию. Там уже разговаривают, живут как немцы. Я говорю, ты знаешь немецкий? Конечно. Ты можешь перевести. Я ему по-немецки цитирую Евангелие. Он переводит. Я говорю, теперь попроще. Коршун поймал суслика. Но ястреб отнял его. А коршуна я не знаю. Я говорю, а суслика не знаю. Я говорю, а ястреба тоже не знаю. Ну какой же ты? Коршун это габихт. А ястреб гайер? Как же так-то? Я живу в России и должен знать. Я самостоятельно занимался. Ну вот они тогда. Это вы так знаете. Ничего я не знаю. Все забыто. Ну, мне интересно, почему вы это не знаете? Немецкий язык труднее переводить, чем английский, потому что англичане сразу ставят глагол. А у немцев, когда если было там или будет или прошедшее, по одному говорит там «гаттен» это инфинитивное наклонение, а смысловой глагол в конце предложения. Гезеен видел. Я видел. Игаб и Гезеен. А впереди я это самое увидел тогда-тогда-тогда. А по-немецки я не могу перевести, пока не скажет последнее слово. Поэтому все время надо тормозить. Ну такой язык у них. Мне английский очень нравится. А другие еще уже праху не осталось. Но мне интересно. Люди, которые там живут и говорят, они такие националисты. Вот латыши, он спросит куда пройти, он вот так показывает, в какую сторону идти. Я говорю, почему они ко мне так не относятся? Они меня за стол сажают, приглашают. Я уже на другой день начал, приехав в Латвию, изучать латышский язык. И через три месяца я уже с ними сообщался. Мне интересно это. Живешь в этой стране, ты должен знать их культуру, обхождение, что у них главное, как они ко всему относятся. На их языке. Живет 20 лет и не знает ничего. Кто виноват? Они виноваты. Вот так. Так и здесь. Если ты православный, ты должен знать, что я говорю. Творение святых отцов. Должен знать. А это много, 300 томов. Патрология мини. И вы все считали? Нет, не все. Считал много, насчитал на пленке. Но не все. Всех я нигде не мог найти. Даже творение блаженного Иеронима Стридонска, умершего в 420 году, мне сказали, особенно его там трактат или как назвать, ну что-то такое, нравственности священства. В Жорданвиле, в Америке, сказали есть, но мне не дали. Я говорю, я и без вас скажу, кто они такие. Не дали. Нельзя. Соблазн. Соблазн у святого. Вы думаете, что говорите? Его труды переписывали язычники от руки. Все приходили буквально со следами, что ты наделал? Над нами все смеются, все друзья от него отвернулись. Это моя биография. Почему он мне так дорог? Иероним Стридонский. Он такой же имеет авторитет в западной церкви, в католиках, как у нас Иоанн Златоуст в Восточной. Он дал им перевод вульгаты. И трактаты какие писал. Вот ответ. Да. Ну, благодарю за полный ответ. Раскрытый. Если спросят, чем я отвечаю по еде, по одежде, тут легко. По жилищу тут легко скажут. Но проповеди, ответы. Вот. И вы считаете, что никто не ответит так. Никто из них. Ни стектанты, ни православные. Почему? Это биография другая. Я родился в старобряжской семье. Великий страх Божий Бог дал мне. Один семь. Деяния. Это сказать. Притчи. Начало мудрости и страха Господней. И как я занимался поскольку. Библию. До десяти часов в день уходила. Я считал и упивался ею. А потом занялся святыми отцами. Меня Бог вывело. Я не был баптистом. Еще раз повторяю. Стиктантом ни одного дня не был. Но меня везде приглашали говорить. Вот. Приехали в Грузию. А там отец на ум. Он сразу договорился. На русском баптистском собрании. Мне дали. И так уже согнулся один. Подошел. Чтобы его там снимают. Не так видно было. У нас сейчас грузинское собрание. Останьтесь. И дальше я говорю по-русски. Переводчик говорит. Дагестанец подошел. Их пресс-фитер тоже. Нам нужно. Я говорю. Он переводит на их язык. В один день я. Дальше молодежное собрание было. На четырех собраниях участвовал. На один день. Это вообще не слыханно. Тем более везде объявляют. У нас православный проповедник. Да какой я проповедник то. Я просто люблю Бога. Так уж говорит. От большой нужды. И на безрыбе рак рыба. Ну нет. Игнат Тихонович. Тут. Вам дал особые дары. Вы не имели права его не использовать. Ну вот это допустим. Вопросы и ответы. Я на сегодняшний день. Так полагаю. Никто не ответит. Почему? Другая жизнь. Он бы мог сказать. Но не знает. Ну Осипов. Можете ли сказать по правилам. Канонов. По жителям святых. Почему же не говорит. Я знаю. Он не может сказать. И не может. И не прилепит никуда. Он говорит. А у него сидят там без платков. У меня на занятиях. Ни одного бесплатка не было. Накрашено ни одного. Курящего ни одного. Мирское. Мирское учреждение. Университет. А он вообще не смотрит. Как одеты. Что женщины в брюках. Им это трын трава. Это всех. Кого вы называли. У всех одинаково. И у сектантов. У православных. У меня не так. Я сразу начинаю над ними работать. Да. И у меня снимки сохранились. Когда люди сидят у меня на занятиях. Все два платка одеты. Как хиджаб. Платья какие одеты. Курящий один там. Запах был от него. Предупреждение одно дал. Дальше все. Больше не приходите. Из списков. Которые в университет заходят. Я его выщеркнули. Я его выщеркнули. Вот и все. Один был такой. Сурово обращался с матерью. Я узнал это. Спросил. Действительно так? Да. Она пьет. Я не знаю что с ней делать. Мать пьет. Но она мать. И поэтому прекратите это. Другие способы. И слышу что он сурово обращается. По моим меркам. Я сказал на занятия в университет. Больше не приходите. И дверь закрыл. Прошло после этого лет. Я не знаю сколько. Но больше десяти лет. И он внезапно выходит на меня. А теперь ходит к нам в общину. А теперь еще хочет подавать заявление на крещение. Да при том другой национальности. Вот как Бог делает. Его это не оттолкнуло. Что я так сделал. Меня судят. Вот сурово там. Вредно. То другое. Я совсем согласен. Но вот это. К этим людям. Как я обращаюсь. Интонация. Как разговариваю. Какой лексикон мой. Их приближает к Богу. А у вас нет. Почему? У меня люди которые приходят. Да вот вы живой свидетель. И с бородой. И ни усы не подрезаны. Ничего нету. Ничего в этом плане нарушения. Вот и все. А у них этого нет. Он говорит. Это. Слова идут. Как из прорезанного. Мешка спросом. Ну так да. Вот в том то и дело. Что я то их то слушал тоже давно очень. И до этого. До того как я вас встретил. Слушал их. Но ты их слушаешь. Там умиляешься их словами. Но сам меняешься. Особо то не меняешься. Или меняешься только в той степени. В которой ты сам себе хочешь позволить. Ну позволяешь. А так чтобы ты тебя это все переквасило. Ты пошел и ты понял что все не так идет. Такого нет. А я когда послушал ваши проповеди. Я понял что я не верующий. И так дело оставаться не может дальше. Все это. Однажды идем занятие в техническом университете. Тут 21 тысяча студентов. И кажется 25 стран только здесь присылают. Мужчина один. Вот я теперь поверил. Мне на душе конечно приятно. Я говорю. А какое слово вас коснулось? Да все что вы говорили. Я считал себя верующих. А сегодня я поверил что я не верующий. Обрадовал меня. Я на этот первый это и должно быть. Сначала надо разломать Еремию. Как поставил его? Разрушать то другое и созидать в конце. Он понял что он не верующий. Побыл на одном занятии. А я думаю вот обратился. Человек покаялся. У меня разные бывали случаи. Одна женщина учительница была. Ну и на занятия ходила. А потом встретила. А вы голосуете? Я говорю нет. А почему зря? Надо голосовать за Бориса Николаевича. Он обещает. Там такие перемены. Я говорю я не голосую. И вам не советую. Ну она голосовала. Потом она заболела. И потом меня опять встречает. Ой. Кого я вижу? Я же за Ельцина голосовала. Он говорил голову там или руку на рельсы положит. Если не выполнит. Как он обманул всех. Я готова себя разорвать. Что же я сделала? Я за него голосовала. Я говорю я не голосовал. Я молился о нем. Молился. Благодарил Бога. Вот и все. Они меня осуждали. Что я не голосую. Вот сектанты допустим все. Они толкуют и в кривь и в кость. Как хотят. Я большинство которых вы назвали. Я проповеди слушал. Смотрел. Мне не интересно даже. Не интересно. Они все там неправильно толкуют. И поэтому это все на другой стороне оказывается. Как отличается правильное толкование от неправильного. Чем отличается. Признак первый по которому можно определить. В том что ни одно место писания в Библии которое ты толкуешь не должно противоречить другому. Нигде никак. И вот есть такие отдельные темы. Которые я много раз беседовал. Как тысячелетнее царство. Стопроцентный выигрыш в беседе. И люди иногда. В одном месте я был. А там у них старший пресвитер. Молодежь собрались. Сели за столы. Нормально. И вот уже первый час ночи. А мы все записываем. Ну и когда сказал там пол второго кажется. Сказал все. Он отвернулся ко всем. Ну кто не согласен всем. Ну надрали нам задницу сегодня. И вскоре он перешел. Стал священником православной церкви. А был у них старший пресвитер в виде епископа. Ну вот и все. Надрали вам. Но это возможно только сказать. Человек может открытый к истине такое сказать. И видно что беседы ваши проходила. Что значит с ними. Не во вражде. А в дружеской. В дружеской обстановке. Я по слову Божию. Останавливаюсь. Спрашиваю. Верите. Верим. Идем дальше. И как то. На эту тему беседовали у баптистов. Они 4 что ли место привели. Я 72. На память. Из Библии. О это их сильно шокировало. Там они такое обо мне. Волгу пустили. Легенды настоящие. Ну все Игнатик. Благодарю. Все. Спасибо. Сейчас я буду скачивать. Сейчас я буду скачивать. Смотреть. Есть листья. Есть листья. Продолжение следует...